Здравствуйте, дорогие посетители моей рубрики «Украшения для радости». Сегодня я хочу снова поговорить с вами о замечательном камне Сердолит, замечательный солнечный камень, который прекрасно выглядит при дневном освещении, переливается на солнце, просвечивается насквозь. И я хочу показать вам некоторые изделия, сделанные для себя, сделанные по заказу, и те изделия, особенно которые совсем недавно сделаны для моих заказчиц, они скоро уйдут к ним, и я хочу просто их вам продемонстрировать, как бы такие вот идеи, которые приходят во время творчества. Я говорила в одной из прошлых передач, очень много рассказывала о Сердолике и говорила о том, что, в принципе, он достаточно красив сам по себе, этот камень, и не нуждается еще в каких-то дополнительных украшениях металлических или еще каких-то. Но я сегодня покажу вам все равно различные варианты того, как может быть и только камешки, и в каких они сочетаниях друг с другом могут быть, в каких сочетаниях с какими-то другими камешками. Вот. Вот здесь, вот здесь вы видите бусы, мои личные бусы, имеющие особенную свою историю. Сделаны они были в свое время, где-то год назад, из двух браслетов и маленьких промежуточных бусинок. Ну, был такой браслет ребрышками и был браслет треугольный. И у меня была тогда острая необходимость сделать для себя бусы-оберег. Был трудный период в личной жизни, были какие-то проблемы такого психологического характера, какие-то депрессивные состояния были. И поэтому мне захотелось что-то сделать, чтобы помогло мне преодолеть мои неприятности. Я сделала эти бусы и не снимала их достаточно долгое время. Но я не хочу сказать, что только эти бусы помогли мне разрешить проблемы мои. Но я думаю, что... Потому что я считаю, что вообще-то нужно над проблемами работать. Не просто сидеть, мечтать и страдать, а нужно что-то делать, чтобы преодолеть трудности в своей жизни. Это нормальный процесс. Но мне кажется, что определенный настрой, определенный заряд энергии, который я же вложила в эти бусы, он мне все-таки в чем-то помог. И в паре с этими бусами, как правило, я одеваю еще мои бусы, сделанные тоже в этот примерно же период, с очень старыми бусочками, которые купила я когда-то еще в 80-м году. И вот этот обычный, казалось бы, браслет, купленный просто недавно в магазине, где продаются вот прошения здесь в Вене из поделочных камней. Это такой комплект, который, возможно, он несколько выглядит тяжеловесно, когда я его одеваю, но стараюсь под это же одеть и соответствующую какую-то одежду. Естественно, это не на голое тело одевается. Но, в общем-то, в особенно трудных ситуациях я пользуюсь помощью вот таких вот моих камешков. А еще я хочу вам показать сейчас несколько следующих моих одевок. Вот эти бусы, возможно, уже вы видели, те, кто видел раньше мои видео. Я их так положу. В них тоже есть новые бусики, новые камешки сердолика и камешки очень давние, еще с 80-го года. Здесь тоже только сердолик, никаких других добавочных нет у камешков. И, кроме того, я для себя делаю часто колье достаточно длинные, такие, чтобы можно было через голову просто одевать. И поэтому считаю, что нет необходимости ставить туда замочек, а просто соединяю их при помощи еще одной бусинки. Вот в этом колье я соединила сердолик разных видов, совершенно из разных, очевидно, даже он в месторождении сделан, созданы вот и эти треугольные с такими очень красивыми узорами внутри него самого, и плоские, и обожженные красные шарики, и в качестве прокладок маленькие такие бусинки. И еще я сюда добавила горный хрусталь. Даже он называется в магазине не горный хрусталь, а светящийся хрусталь, но это хрусталь, кристалл. Вот он, видите, вот он создает такие отцветы, Причем эти отцветы происходят не только тогда, когда он находится на свету, в данном случае он сейчас в тени. При любом свете он еще дает такие свои отблески, и это как-то так приятно, как-то так завлекающе, завораживающе тоже. Вот. А затем я хочу вам показать комплект вот такой, такое колье, сделанное, значит, из только сердолика, опять же, с вкраплениями старых камешков. Это я для себя тоже сделала, поскольку я хотела сказать, что вот камешки с моего старого, еще самого первого сердоликового ожерелья я не хочу отдавать ни в какие руки чужие, и поэтому я это все делаю для себя. И вот колье из таких различного цвета и различной фактуры сердоликовых камешков, и к нему же еще такой же браслетик. Браслетик этот на резиночке, потому что я уже говорила о том, что как-то мне тяжеловато одевать и застегивать всякие замочки, и руки уже не те, конечно, извините. Но лет мне немножко много, поэтому мои руки немножко уже не такой имеют приятный вид, как у 20-ти или 30-ти летних девушек, естественно. Вот, вот это вот такой комплект. И еще я все-таки решила попробовать соединить сердолик с металлическими вкладочками. Вот колье, видите, очень красивые камешки в форме, такой необычной форме, которая в общей сложности может создать, как бы даже бабочка эта. Вот, и поскольку камни эти достаточно тяжелые, носить их, в общем-то, если это полностью будут камни, то это тяжелые будут ожерелья его. Поэтому я решила сделать колье, в котором соединяются камни побольше, и вторая часть, которая на шее будет прятаться, ее там, она из таких совершенно маленьких, вот светленьких сердоликов. И к этому колье, естественно, очень просится браслетик, естественно. В уши сердолики я серьги просто не делаю, в принципе, потому что я их сама не ношу, серьги, никакие, кроме золотых, и поэтому мне неинтересно делать эти украшения. Мне интересно делать то, что я сама могла бы одеть. И, в принципе, мои заказчицы какие-то, они тоже такого же мнения, как я, и примерно, может быть, такого же возраста. Но есть и молодые девушки, конечно. И вот к этому колье есть вот такой еще браслетик. Я его не стала намеренно завершать и соединять, поскольку заказчица должна прийти еще раз его примерить, чтобы мы уж точно знали размер руки. Может быть, его чуть уже надо сделать, может, чуть длиннее надо сделать. Но этот браслетик, опять же, на резиночке, потому что, ну, для удобства его одевания. Вот такая вариация. Но здесь уже в этом вариации, в этой вариации, вы видите, что прибавились маленькие металлические, очень скромные такие металлические вставочки, прокладочки. И они, в общем-то, очень даже так, на мой взгляд и на взгляд мои заказчицы, они очень даже не мешают сердолику. Вот я подняла, и вы видите, как просвечиваются камешки. И какие они просто разные. Вот для колье захотелось сделать более такие темные, с более такими серьезными, как бы, узорами. А для браслетика подошли легенькие, совсем прозрачные, розовенькие такие камешки. И еще я сделала эксперимент легкомысленных украшений. Я могу так это называть. Легкомысленные украшения, в которых собраны разные совершенно камни. Поскольку у нас идет речь сегодня о сердолике, то я показываю именно те летние или не совсем летние колье, в которых сердолик присутствует. Значит, в принципе, эта идея не наводилась на таких вот веревочках, ниточках и в таких легкомысленных, в кавычках, можно сказать, колье, соединять совершенно разные, может быть, даже несоединимые камешки. Но это все равно очень так привлекательно. И особенно, когда это колье одевается на одежду, в которой какой-то большой воротник, я предполагаю, что это так должно быть. Потому что вот эти ниточки, эти веревочки, они особо не создают никакого своего там положительного, какого-то заряда или не несут какой-то нагрузки полезной. Поэтому оно все это может уйти куда-то под воротники. А вот это остается сверху. То есть здесь мы видим и красненький сердолик, и вот это камешек... Ой, сейчас забыла, как это называется. И вот этот агат, и просто керамика, и эти сердоликовые, и это еще. И вот здесь разненькие нефритики, и какие-то хрусталики. И вот такая, ну, совершенно легкомысленная такая штучка. Но она, вы знаете, уже я ее испытала, и хрусталик вот такой вот, просто искусственно сделанный, и горный хрусталик там есть. Вот. И очень даже симпатично все это получается и выглядит на одежде. И особенно при хорошем настроении, при хорошем освещении. В общем, это получается симпатично. И вот вторая такая же штучка. С таким большим, большой пластинкой, большой камешек, как в виде пластинки. Вот. В нем тоже совершенно разные объединились штучки. И даже несколько сюда я вкрапила не пластик, но совершенно такие простенькие какие-то и металлические штучечки. Ну, поскольку здесь камешек на металлической подвесочке, то уже металл сюда просто был необходим. И тоже на такой веревочке. Ну, вот, получаются такие легкомысленные бусики, колье такое, которое все равно имеет место быть и может присутствовать в любом симпатичном гардеробе, с любой одеждой. Как у юных, так и не у очень юных клиенток. Я желаю вам всего хорошего. До встречи в следующих моих видео. Подписывайтесь, заходите, рекомендуйте мой канал. Если вам интересно со мной встретиться, и вы находитесь в Австрии, мы это можем легко организовать и встретиться в Вене, и очень хорошо пообщаться и поговорить о разных волшебных свойствах камней. Я с удовольствием выслушиваю ваши мнения, ваши знания, мы меняемся нашими знаниями. Всего вам доброго, счастья вам в жизни!